Один из самых известных КВНщиков последних лет. Телеведущий и актер Азамат Мусагалиев, герой видео, биография КВНщика. Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал. Это второй ролик, посвященный выдающимся участникам команд КВН. Первый доступен по ссылке в описании. За время выступления в клубе Азамат Мусагалиев из простого капитана команды сумел стать известным шоуменом. Много лет он пытался покорить высшую лигу, а после того, как это удалось, Азамат приумножил свою популярность. Родился КВНщик 25 октября 1984 года. Город, в котором это произошло, знают все фанаты КВН. Камызяк – небольшой населенный пункт в Астраханской области. В Камызяке живет большое количество различных народностей, в том числе и казахи. По национальности Азамат Мусагалиев – этнический казах. Детство КВНщика не сильно отличалось от образа жизни его сверстников. В школьные годы Азамат занимался футболом, ходил на танцы, а также немного увлекался музыкой. Мама хотела, чтобы сын играл на баяне, а отец Азамата стал тем, кто познакомил парня с песнями Виктора Цоя. Мой папа стоял вот так перед телевизором, и по телевизору шел концерт Виктора Цоя, группы кино. Что это вообще может быть, что отца так трогает? Ну, а потом уже, когда в машине с ним ездил и уже просил поставить, он мне там рассказал про Цоя, и я уже сам потом уже начал. Кроме этого, вместе с папой Мусагалиев осваивал игру на гитаре. Юношеские годы Азамата попали как раз на лихие девяностые. По признанию КВНщика, это время оказало на него сильное влияние. В Камызяке было не так много развлечений, поэтому часто Азамат проводил время в местном доме культуры. Там же он впервые увидел репетицию команды КВН. Сначала Мусагалиев просто наблюдал, затем был секундантом, а позже стал выступать на сцене. И вот в последующем я так вот включился в эту работу, и с ним уже потом меня пригласили на сцену. Очень долго боролся с мнением мамы, опять-таки, что она говорила, что это вообще не серьезно. Родители увлечения сына не поддержали. По их мнению, КВН – это не серьезно и не может быть профессией. В юности Азамат хотел стать врачом-хирургом, однако высшее образование получил по специальности инженер рыбоохраны. Еще до поступления в ВУЗ, Мусагалиев серьезно увлекся КВН и выступал со своей командой. КВНщики разъезжали по области и давали платные выступления. Так Азамат зарабатывал себе на жизнь. Через некоторое время Мусагалиев попал в сборную команды КВН Астраханской области. Там же выступали и другие участники будущей сборной Камызякского края. Если вам интересна подробная история команды КВН из Камызяка, смотрите отдельный посвященный сборной ролик. Ссылка на видео в подсказках и в описании. Телевизионный дебют Азамата состоялся в 2008 году. Тогда сборная Астраханской области впервые выступила на сцене премьер-лиги. Дорогой, Куагра великолепна. А вы как будете расплачиваться? Наличными или карточкой? Что, можно карточкой? Отлично. Погуляем. Что это? В смысле, что это? Тут еще на 8 поездок! Однако добиться успеха команда не сумела. И некоторое время Азамат Мусагалиев помогал другой команде. И вот уже в 2009 году была образована сборная Камызякского края. С момента основания команды Азамат был ее капитаном, фронтменом и главным актером. На сцене Мусагалиев вел себя свободно, уверенно и даже дерзко. Тема приветствия абсолютный ноль, поэтому кому как ни тебе, Денис, начать наше сегодняшнее выступление. Манера поведения и некоторые черты Азамата напоминали другого известного КВНщика, Нурлана Каянбаева. Задолго до появления Камызяк, Нурлан уже эксплуатировал образ раскрепощенного капитана. Как вы заметили, у нас отличное настроение. Знаете почему? Почему-то почему. У нас сегодня 10 лет, как наша команда выступает на первом канале. Однако Мусагалиев привнес и свои индивидуальные черты. Кроме этого, некоторые реплики и фразы Азамата стали крылатыми. Одной из самых популярных ролей КВНщика была роль судьи. В общем, вот у нас подсудимый. Он обвиняется в том, что он продавал веселящий газ возле поликлиники. Представляешь, Валя, приходит бабушка, жалуется на здоровье и ржет сама сидит. Команда много лет показывала, как проходят заседания в Камызякском суде. В 2013 году сборная Камызякского края по КВН стала вице-чемпионом высшей лиги. В том же году Азамат стал одним из основателей и первым редактором региональной лиги Аллатоо в Кыргызстане. На следующий год Мусагалиев стал одним из актеров шоу «Однажды в России», где кроме него играли и другие популярные бывшие КВНщики. Однако главная цель не была достигнута. Поэтому в 2015 году Камызяки вернулись в высшую лигу. Не проиграв ни одной игры, команда стала первой в финале и получила звание чемпиона. Тот год для Азамата был очень удачным. КВНщик впервые сыграл в сериале «Интерны», а также стал ведущим программы «Где логика». Канал ТНТ стал родным для Мусагалиева, и его часто можно было увидеть в различных программах. С недавних пор Азамат запустил свой ютуб-канал, где выходят выпуски шоу «Я себя знаю». «Я себя знаю» — это псевдоинтеллектуальная шедеврализированная викторина, в которой мы выясняем, насколько наши селебы знают сами себя. Карьера КВНщика сложилась вполне успешно, так же, как и личная жизнь. Вот уже 12 лет, как Азамат женат и воспитывает двух дочерей. Одними из главных увлечений бывшего КВНщика являются футбол и музыка. Много лет Мусагалиев болеет за «Спартак». А на своей странице в Инстаграм он публикует авторские песни. «А из мужчин к той женщине ходит только почтальон. Най-най-най-най-най-най-най, пригласи его на чай. Пусть придет и смелись его с кариклом и пись». Вот один занимательный факт. По признанию Азамата, больше всего в жизни он не переносит мышей, крыс и прочих грызунов. «Я открыл его и очень сильно ужаснулся, он был полный котел и огромное количество мышей». «Я был маленьким ребенком, 5-6-7 лет, я не спал несколько ночей, просто все время, как я закрываю глаза, у меня все время в голове были перед глазами эти мыши». В комментариях оставляйте ваши предложения, кому посвятить следующее подобное видео. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Текстовая версия ролика доступна в Яндекс.Зен, ссылка в описании. Всем большое спасибо и до встречи!